Людмила Гурченко. Людмила Марковна была карьеристкой и могла без стеснения проявлять свое недовольство, выражая свое несогласие прямо в лицо. Так она нажила себе много врагов, ведь не стремилась улаживать конфликты, и они только копились. К слову, такое поведение сказалось не только на ее работе, но и на личной жизни. Она была замужем шесть раз, и ее пятый муж, Константин Купервейс, описывал это время как рабство из-за ее специфического поведения. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес известна как звезда, не готова ей идти на компромиссы. Плюс у нее есть странные пунктики в работе. Например, когда она снимается в фильмах, она не общается с членами съемочной группы. Мол, так она выходит из роли. Любые просьбы или замечания ей передает личный помощник. Вот только все меньше людей стремится занять эту должность. Зарплата приличная, но график и требования запредельные. Светлана Светличная. Коллеги Светланы Светличной обвиняли ее в дерзком и эгоистичном характере. По их мнению, Светличная стремилась привлекать максимум внимания и считала себя единственной важной персоной, перед которой все должны преклоняться и целовать ручки. Разумеется, с таким подходом Светличная многим не нравилась. Мэрил Стрип. Опыт работы и куча кинонаград не отменяют того факта, что со Стрип очень сложно работать. Она практически невозможна в общении, если звезду что-то не устраивает. Мэрил может отказаться появляться в кадре, если ее одежда недостаточно выглажена, или прическа не соответствует ее требованиям. Она может устроить скандал прямо на съемочной площадке, такое бывало не раз. Татьяна Васильева. Близкие и друзья Татьяны Григорьевны описывают ее как легкого и позитивного человека. Но на работе она становится совсем другой. Она может быть чересчур прямолинейной и грубой не только с коллегами, но даже и с начальством. Казус случился на съемках фильма «Самое обаятельное и привлекательное», когда Васильева изменила цвет волос с блонда на огненно-рыжий, без согласования с режиссера. Джулия Робертс. После успеха фильма «Красотка» у Джулии Робертс началась звездная болезнь. Она стала просить все более высокие гонорары, а также проявлять вольности по отношению к режиссерам. Особенно невыносима Робертс была на съемках фильма «Капитан Крюк» Стивена Спилберга. 20-летняя звезда часто позволяла себе истерики, чем тормозила съемки. Вера Алтайская. Вера Алтайская часто играла роли отрицательных персонажей, например, мачеху в сказке «Морозко». И, похоже, такие антигерои были ей по духу. Как сообщали ее коллеги, постоянно была чем-то недовольна и часто повышала голос. Это поведение стоило ей карьеры, так как режиссеры просто не желали лишний раз работать с трудной личностью. Меган Фокс. Кажется, Меган любит только ее близкие, а вот в работе звезда часто была невыносима. Особенно в период съемок в «Трансформерах». В какой-то момент Меган стала позволять себе слишком смелые высказывания, поэтому режиссеру пришлось искать ей замену в третьей части фильма.